всем доброе утро ребята у нас просто нереальная погода очень очень тепло 22 21 градус тепла очень жарко солнышко дать я вам покажу как у нас выглядит улица он там он детки играют у себя на территории нас уже зеленые деревья солнышко нас прям с навесно не ветерочек конечно немного такой прохладный поэтому обманчивая все-таки погода пусяша пойдем ладно оставлю дверь немножко приоткрытые пусть проветрится и заодно пума погуляет и идем готовить завтрак на завтрак я думаю приготовить омлет мы давно не ели просто омлет я попробую себе сделать на кокосовом молоке а ваня естественно на обычном не знаю что из этого получится надеюсь вкусно и че еще мы поедем ну и наверное бутербродики у нас рыбка есть авокадо все дела и я помню у нас комментариев спрашивали как почему вы так много едите яиц вам постоянно их не хватает они вечно заканчиваются в общем у нас яйца продаются по 12 штук в коробке некоторые яйца которые мы покупаем бренды они по 6 штук сыночек вот а у нас получается ванечка не каждый день с нами есть яйца да и мы сейчас на карантине стараемся яйца не каждый день есть иначе нам вообще мы имени не сможем запастись очень много нужно есть потому что смотрите 3 яйца съедает ваня 2 яйца седая иногда одно и одно ванечка то есть у нас 6 яиц уходят за один завтрак вот никого не ванечка маленький не каждый день яйца есть поэтому блин тут простая арифметика и естественно если заканчивается очень быстро то есть одной упаковке есть 12 штук это два раза нам всей семьей позавтракать все яйца закончились вот а еще что я хотела вам рассказать это про грудное скармливание последний раз ванечка поел грудное молоко понедельник сегодня воскресенье то есть завтра будет ровно неделя как закончилась лактация до ночи он спит всю ночь просыпается рано утром вот и уже не ест потом вечером тоже не ест и в общем да я помню как мне писали что ой ванных до трех лет не откажется нет он очень хорошо кушает обычную еду ему очень хватает он любит сейчас воду чай обычный обычную еду которую кушаем мы там те же омлетики авокадо овощи фрукты и он просто перестал просить перестал брать и как-то вот так вот в понедельник у меня был последний прилив молока он все съел я ему дала специально как бы сама дала он ничего не просил кое-как он это все дело выпил потому что грудь болела нереально вот и все и больше мы вообще к моей груди вообще не имеет никаких претензий что вот такая вот история получается что я прокормила ванечку грудью один год и пол месяца вот так вот и наше гв завершилась я даже я не планировала это это получилось все само собой и как-то вот так ну не хочет ребенок больше ну значит ему лучше не надо вот заставлять тыкать ему грудь я тоже считаю что это неправильно ребенок грудь должен сам хотеть просить я ее объедает маленький ребенок да пусяша ладно все буду готовить завтрак а то мы сейчас из голоду помрем все ребят мы уже позавтракали и сейчас я пойду готовить кофе оставляю вас тут я пошел я пошел готовить кофе ты уже себе открыл упаковку молока какой-то кокосовый сегодня я решила поубирать в следующем шкафу а на кухне это шкаф с крупами с чаями вкусняшками какими-то тапперами орешки сахар может здесь полный кавардак и я думаю давайте вместе все это там уберем организуем чтобы было удобненько так что поехали и это и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребята, вот что получилось Теперь у меня все крупы будут здесь Макарошки здесь Здесь все чаи Нужны еще вот такие вот боксы Но так как сейчас все закрыто У меня нет их И возможность купить тоже Хотя, наверное, можно посмотреть на Амазоне Вот, а наверху все Для выпечки, безглютеновая мука Тапперы и Для канапе Различные сухарики Все круто Я очень довольна Теперь осталось разобраться с вот этими Всеми вкусняшками Я сейчас буду смотреть срок годности Вот эти вот все емкости Я уберу На наш балкон Пусть стоят дальше Вдруг мало ли время пройдет И я захочу снова ими пользоваться Вот А вот эти вот баночки Я выкину Они мне не нравятся Они уже не очень красиво выглядят Поэтому Это на мусорку А стеклянные С ветхом Я оставлю Вот А вот Вот эти вот хлопья Уже отсырели Уже очень много времени Их тоже нужно выкинуть А вот эти сладости Перебрать И В ящик С вкусняшками Отправиться Это все У нас что-то произошло С посудомойкой Короче Знаете Высветилась здесь ошибка Е24 Я посмотрел в интернете Что это значит Это значит То что Вода которая выходит Из Машинки Она Есть какое-то препятствие Где-то Прочем Она не может выйти Нормально Где-то засор И я сначала почистил Внутри Машинку там Фильтр Все вычистил Запустил заново И все равно Показывала Эту ошибку И в итоге Я короче Вытащил вон ту трубу Все там прочистил Все просмотрел Ну Не знаю Сейчас нужно будет Я повторно запустил И сейчас И час двадцать восемь Посмотрим Потому что она не сразу Выдает эту ошибку То есть мы надеемся Что все хорошо И нам не придется Не обращаться В сервисный центр Потому что если Как бы вода спокойно выходит Значит ошибка Внутри машинки То есть нужно обращаться В сервисный центр Все Мы уже уселись кушать У нас очень поздний обед То есть вечера Просто время перевели И мы еще не Не одуплились Да Немного не перестроились Да У нас перевели время На час вперед Да У нас заканчиваются продукты Это предпоследнее мясо Это индюшка Ну слушай Мы целую неделю Да получается Да Я еще запланировала У нас есть продукты На завтра Ой Сегодня на ужин Будет говядина Сегодня у нас что Суду или воскресенье В воскресенье сегодня Будет говядина Спаржи И батат Угу Завтра Ну в принципе Как бы мы еще можем Можно Я думаю В понедельник Поеду сделать Мы ее будем есть Хотя с нашим аппетитом Но У нас заканчиваются Те продукты Которые портятся Поэтому Я съезжу В основном овощи Веса Как-то я хочу поехать В 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 Мы просто У нас есть И круп И все остальное Мы продумали Наперед Но овощи И фрукты И ягоды Это все мы покупаем Это не может храниться Очень долго Тем более Допустим Мы с Ваней Придерживаемся Того Что овощи Нужно есть И не только Ребенку И взрослым Я всегда стараюсь Чтобы Ну как бы У нас плюс-минус Одинаковые Были тарелки Чтобы ребенок Приучался Есть Все полезное Поэтому Мы в принципе Можем У нас и пельмени Есть У нас есть Тунец Мы можем Еще неделю Спокойно Продержаться Из тех продуктов Из тех запасов Которые у нас есть Но я не считаю Нужным Кормить ребенка Ну раз в неделю Выходить Мне кажется Вполне Есть люди Представляете В Испании Которые каждый день Выходят Покупают Несколько раз в день Внутри Лимон Сходят Купят Я вообще Не понимаю Таких людей Правда Мы не такие Мы соблюдаем Карантин Как бы они Под предлогом Того что в магазин Ходят и гуляют Самое обидное Что это очень взрослые люди Ходят Те которые подвержены Риску Ну да Больше процентов Лиска Чем вам Сложнее дома сидеть Скорее всего Ладно Все Всем приятного Таки там Мы сейчас будем Есть Ням-ням Как вкусно Скажи Кстати мы подключили Блютуз колонку Ее включили так Чтобы она работала Стой колонкой И у нас Такой более объемный Звук И не нужно Нужно громко делать Потому что Когда стоит Вон там Чтобы пока мы едим И чтобы было Хорошо все слышно Мы делали громче А сейчас тут Рядышком колонка Ее громкость Не нужно больше ставить Все прекрасно слышно Вот это аппетит Я понимаю Кстати посудомойка Работает Уже прошло Сколько Полчаса И больше Шивок не высвечивал Значит можно Задвигать обратно Я прочистил трубу И это было Достаточно Так что ребят У кого Высветится Похожая шибка Е24 Нужно прочистить Трубу И фильтр Тоже Желательно Ребят Мы сегодня вечер Очень продуктивно провели Мы посмотрели Семь серий подряд Или шесть серий подряд Этого сериала Элита Короче Сериал Очень захватывает Очень держит Поэтому Мы не смогли оторваться Мы даже не заделись Играть сегодня Ни в какие-то настольные игры Просто просидели Просмотрели этот сериал Очень интересные И Уже поздно И нам нужно идти спать Поэтому Все ребят Увидимся с вами завтра Так вот у нас сегодня день прошел Вторая половина дня Вообще просто тупо сидели Смотрели Хоть бы поиграли Короче вообще Но завтра у нас много планов По крайней мере Мы сегодня с Катей Вечером сейчас Напридумывали себе Будем надеяться Что завтра Хоть что-то из них И исполним Ладно ребят Увидимся с вами завтра И всем пока-пока